Предлагается поговорить сейчас о проблеме другого. Когда мы сталкиваемся с другим, нам надо принять другого как не противопостоящий нам предмет, не как фикус в катке, не как двуногая без перьев или кого-либо еще, а как именно лично другое, то есть равное нам самим. К этому существует два подхода. Первый – это попытаться от нас, от единичного сознания, работающего с противостоящим нам предметом, попытаться путем аналогии войти другому как другому. И второй подход – считать, что изначальной ситуацией у нас является не то, что я противопостою стулу, фикусу в катке, еще чему-то, а универсальной противопостоящей ситуацией является то, что с самого начала мы себе сами даны как другой. То есть не то, что не восходить от нас как от некоторого сознания к другому, а наоборот – понимать то, что есть только другой, и мы по нему пытаемся выстроить самого себя. Вот такие два странных подхода, о которых я сегодня постараюсь немножко поговорить. Значит, вообще говоря, когда мы пытаемся восходить от предмета, противопостоящего нам к другому, мы имеем большое количество проблем. На мой взгляд, эти проблемы совершенно не решаемы. Эти проблемы не решаемы по целому ряду вещей, по крайней мере, я нигде не видел их удовлетворительное решение. Но в самом деле существует определенного рода интернет-культура, связанная с тем, что кто-то любит крыс, а кто-то любит черепах. Мы видим, что здесь они воспринимают себя как члена семьи, как другого с большой буквы, вот эту самую или возлюбленную крысу, или возлюбленную черепаху. Но интересно, что одни и те же группы интернет-посетителей воспринимают, например, черепаху как другого с большой буквы, а крысу как люкову. В то время для первой группы, которая любит крыс, для нее такая ситуация, воспитывать крысу, чтобы она давала потомство, которое кормили черепахам, совершенно невозможно. Это такое и древое замечание. Почему у нас возникает представление о том, что у нас, быть может, другой существует с самого начала? То есть другой не как некая последующая ситуация, которая воспроизводится нами в определенного рода рассуждениях. От того, что другой выступает с самого начала как некоторая данность. То есть того, что мы с чего начинаем. С самого начала мы знаем другого, быть может. Мы знаем не горшок в картке, не книжку, лежащую передо мной на столе или что-либо еще, не предмет противопоставляющего создания. А с самого начала мы знаем другого. И быть может только другого. Здесь тоже есть соответствующее определенное игривое наблюдение. Игривое наблюдение, которое принадлежит Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, когда он рассуждает об интеллигенции. Он говорит, что интеллигентность – это то, что ни в коем случае нельзя подделать. Человек глупый может изобразить из себя умного. Человек бесчестный может предложить из себя порядочного. Слабый может изобразить из себя сильного. Но почему-то замечает Дмитрий Сергеевич Лихачев, точнее замечал, что неинтеллигентный человек не может сойти за интеллигентного. Вот это странное такое замечание, но оно как бы существует. А в чем состоит, казалось бы, одно из определений интеллигентности? Помимо того, что это ленинское определение, что интеллигент – это говно нации. Оно состоит в том, что интеллигент, который с самого начала признает другого человека, как абсолютно равного себе. Потому что он сам себе не оказывается другим. То есть интеллигент и кухарку признает равного себе? Да, да, да. Но это же не так. Вот именно интеллигент кухарку признает, это очень важно понимать. С самого начала интеллигент кухарку признает как равного себе. В некотором фундаментальном этологическом смысле. Не в том, что она равна ему по образованию, не в том, что она ему равна по культуре, или по чему-то еще. Вот он ее признает как равного себе. Мы отличаемся цветом глаз. А чем тогда интеллигент отличается от христианина, который считает, что все люди – дети Божьи? И точно не в этом смысле равны. Потому что… Потому что… Христианина какой-нибудь там, раба. Да. И в этом смысле… А чем отличается обычный человек от интеллигента, который говорит, что человек – это двуногая без перьев? Ну да? Нет, ответ очень простой. Все люди едины перед Богом и для Бога. Но не для меня они. И если человек не верит в его Бог, он явно не единый его Богом. Он вообще может списать за дерьмом. А для интеллигента – для меня все едины. То есть, это две разные позиции. Единый перед Богом и… То есть, они же считают, что все люди едины не только для него, а поскольку речь-то идет о Боге, а не о его… Нет, просто… Две разных позиции. Ну, в смысле… Нет, ну просто мне кажется, что определять интеллигента как человека, который признает в другом человеке такого же, как я, это, по-моему… Это… Или слишком общее определение, если считать, что это именно чистый интеллигент определенный. Тем не менее, вот с ним можно попытаться поработать с такими вещами. Ведь, действительно, я сталкивался с семействами, скажем, профессиональных мошенников. Они все замечательные люди, они к тебе очень расположены. Но почему? Для них ты человек, даже не человек, это как охотник, который вышел в лес на охоту. Он может по отношению к птичке вести себя каким-то образом. Заманить ее в манок, говорить и пищать то, что ей нравится, что услышать. Подкидывать к ней ягоды. И они к тебе относятся так же, они к тебе чрезвычайно расположены. Но ты понимаешь на самом деле, при всем при этом, ты для них являешься птичкой. Птичкой ты для них являешься. Но точно так же интеллигент, абсолютно аналогия, то есть интеллигент воспринимает ту же самую Коухарку, как тот субъект, который обязан подтянуться к интеллигенту. В смысле чтойности, но не в смысле некоторого достоинства другого, как другого. Немного тогда столько тщеславия и высокомерия интеллигентов по отношению к народу. Каждый раз интеллигенты говорят, вот мы интеллигенты, а вы тут как бы слушайте нас. Это же старая песня. Смотри, совершенно невозможная ситуация для интеллигента, как вот парень это зовут, который университет профсоюза это приватизировал. Записоцкий, который основал общество петербургских интеллигентов и стал его председателем. Вот эта ситуация для интеллигенции невозможно основать общество петербургских интеллигентов и стать его председателем. Это как раз антиинтеллигентский шаг. Да еще как, если уж вспоминать того Лихачева, то самый первый мафиозный фонд, фонд культуры в Петербурге, был основан именно им, точнее теми людьми, которые вокруг него колпашились в конце 80-х годов. Многим Петербурге известно. И первые деньги отмотра именно под Лихачева. Интеллигентство жениться такое. Был модный парень. И у него был такой лозунг «Жить по совести». Это интеллигентский? Жить по совести? Не знаю. Может быть интеллигентский. Просто определение интеллигентства. Смотрите, не надо туда объецировать представление о себе об интеллигенте как о парне в шляпе и в очках. То, что он желает добра для всего человечества. Ничего подобного. Он очень даже умеет отстаивать собственные интересы. И желает добра, в том числе материальной, только для самого себя. Нет, Игорь, я просто против определения. Я считаю, что то, что ты определил, на самом деле, не определяет только интеллигентство. Определять многих людей. Надо сузить определение, чтобы это было определение интеллигентства. Быть может, тогда надо с ним как-то его работать. Но я, по крайней мере, говорю об некой онтологической структуре. Когда ты с самого начала понимаешь, ты его тоже можешь другого, именно как другого. противостоящего, равного тебе. В этике есть простое правило. Поступая по отношению к другому так, как ты хотел, чтобы поступали в отношении к тебе. А поскольку интеллигент задумывается о том, как поступать с другими людьми, он просто живет по этому правилу. Интеллигент этичен? Что? Интеллигент этичен? Получается, что не совсем. Ну, в Кантовском смысле, да. Вообще. Это вот, да. Ты просто как бы от темы одного переходишь к другой теме. Я вижу генезис интеллигенции, вижу, вывожу интеллигенцию непосредственно от Канта. Естественно, вся идеология, философия и интеллигенция опираются на... Да. Но в этом смысле надо понимать, что когда я вижу перед собой катку фигус в катке, то как бы ясно, что категорический императив Канта кактус в катке не применим. Правда же? Нет. А если вот такое определение интеллигенции, которое заключается в том, просто что человек живет не по велению как бы своих страстей, а по велению разума, да. То есть, интеллигент — это тот, кто основывает свою жизнь на некой роде интеллектуальном представлении об этой жизни. То есть, у него есть некое интеллектуальное представление о жизни, и он на этом интеллектуальном представлении свою жизнь основывает. Ну, верно. А вот как всё равно? А что это интеллигенция? Именно это поход по полу. Это интеллектуал. Нет, я согласен. Это интеллектуал. Интеллектуал. Огромное количество в истории мы знаем интеллектуалов, которые продумывали всё и доскональнейше, но... Я могу сказать, что разница состоит в том, что интеллектуал может размышлять, действительно достигать теории, строить, но он не живет по своей теории. А интеллигент – это тот интеллектуал, который достигает понимания и живет согласно этому. Да не обязательно. Не обязательно. Ну нет, я просто… Тогда можно и Гитлера причислить к интеллигентам. Да, но я хочу заметить, обратить внимание, что вот я это построение Дмитрия Сергеевича Якачева, чтобы подделать можно все, что угодно, а интеллигент самолётする, а интеллигенно подделать нельзя. Ну тут интеллигент понимает в каком-то другом. Именно в смысле шапочки и Пинжене… Да не шапочки, не medicine и другой способ… Одногие поведения подделать… не подделывать. Шапочку подделать можешь, Пинжене можешь подделать, толсточку можешь, а интеллигента, как такого, подделать не можешь. Вот такое вот наблюдение как таковое. Ты глупый можешь подкинуться умным, тот, 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 тот… Но подделать это не можешь. Я-то бы разложу как раз о том, что существует определённого формы специальная онтология, которая самого начала видна во всем просто вот такая вот специальная антология для человека для которого другой человек это является ну просто камнем объектом сексуальных и их не бывает нет мы всегда вводим до предела но в том случае камнем камнем я уверяю много грубых людей обыкновенных рабов там какие-то в древности или часто пусть и крестьян и рабочих которые другим людям тоже относятся очень как сказать исходя из императива опять не вполне уверен что здесь императив нужен одно дело что ты говоришь двуногая без перьев и я двуногая без перьев это совершенно одна ситуация а другой придавать другому антологический статус другого это как бы совсем другая действительность хотя может быть я не прав хотя может быть эту ситуацию каким-то образом я неправильно подхожу но вот на мой взгляд вот это представление как ты пересказываешь я не пересказываю канты потому что эти берегу конечно этические императив категорический императив он не имеет здесь никакого отношения убери другого из карта все никакой этики не останется вообще ничего так и возникает по сессии другого это не всегда возникает если у друга или сам здесь может быть прочувствовать разницу на том что когда я сначала вижу другого а потом к нему применяю или я вообще не вижу а просто мои руки перед обедом категорический императив катом можно понять так как мой руки перед обедом относить другому человеку так хотел чтобы относился к тебе мой руки перед обедом другого здесь нет в этой ситуации ситуации мы руки перед обедом интеллигент относится не только к другому как так но и к себе как другого да это быть может тогда может быть так категорический императив категорический императив канты он не из устных родился нет понятно работа рационального ума другой рациональный ум признал за очень полезную работу и как бы которые в общем-то не подкопаться я хочу именно сопоставить две позиции вот сопоставить и найти тождественные или не тождественные и вот я увидел что есть некая не тождественность именно в самом заголовке в котором мы играю что другой то есть у канта сначала я вижу другого и рационально думаю а с позиции вот игоря который пытается продумать не видит другого и поэтому само самой проблемы что я к нему должен относиться как к себе нет то что я и так отношусь к себе я не задумываюсь что я вот его сейчас хряпну а он потом мне хряпнет я их я хряпаю его не потому что я ожидаю такой же отцепление или я к нему хорошо отношусь потому что ожидаю а я просто отношусь к нему как к себе без императива всякого без рационального ощущения предугадывания без планирования какого-то вот в этом есть разница между что человек может и не знать канта не читал и не знает он просто вот так вот относится да что мы поняли что надо мыть руки перед обедом надо относиться к другому дуногому без перьев таким образом чтобы чтобы что-то как ты хотелось чтобы он тебе так относился это мой руки перед обедом и давай развивай мысль дальше именно по поводу вылетел из головы только тема другого то она и по-другому же возникает и другого нужно отличить от себя не станет не быть не они свести к себе если другой такой же как я другого опять же нет а вот позвольте вот тут важный момент христианстве мы уже сказал да что все равны берем бог а для интеллигента этот пропозиция звучит так все равны перед своим богом все равны перед своим богом грубо говоря у каждого человека свой бог на самом-то деле это понимаешь по-картовски свой но в смысле императива да нет императив это не что общее чему человек приходит рациональном рассуждении он приходит именно категорическому оперативу до рационально рассуждаю а бог это другого бог это уже не рация это не что ему этого тот новый да вот я такая хочу хочу как раз ну извини к номеру даже если читать значит вот новым как новым из большой буквы за единого бога тем не менее у каждого свой выход был это не совсем понимаю почему здесь бог на самом деле но вот эта аналогия или все равны перед единым богом да мне как раз как или кант кажется представителем такой же обычной рационалистической традиции она состоит в том что он моя изначальная посылка то всех кантовских оговорков то что мне противопоставит предмет и теперь я должен войти от нее как никому категорическому оперативу то есть понятие другого таким образом конструирует но этот не получается я полагаю что это самого начала другая антология которого другого как другого просто не допускает она позволяет обойтись другому каким-то нормам правил относитесь другому так как вам хотел чтобы хотел остаться к тебе мои руки передоỹ одом это очистит зубы на ночьificatr и много знаю сверху я хотел сказать across тут в эту в эту сторону почему нельзя симулировать с интеллигентностью симулировать можно от рациональное с есть правило я правильно могут симулировать а есть интеллигентность именно понимать как нерационально и как воспри отношение к другому дорационально, как к себе, и отсутствие другого. Это симулировать нельзя. Это либо есть, либо нет. Человек, который этого не дано, он даже не знает, что симулировать, что изобразить. Он будет шляпу изображать. Он даже будет изображать кантовский императив. Он будет изображать, потому что он понимает, что я буду поступать. И люди так и поступают. Есть много замечательно порядочных людей, которые всю жизнь в них это вшито, построено в их отношениях к миру. Они вот таким образом живут, но они при этом не являются интеллигентами нисколько угодно. У них вот такое правило отношения с другими людьми. Но интеллигенция это другая антология с самого начала, когда с самого начала ты принимаешь другого, как другого с большой буквы. Тут есть и другая трагедия. Слово «другое» много повторяется. В том, что ты самого себя в этом смысле вынужден, свою модность и самость описывать через другого. Проблема это состоять. Если другой, как другой, то он трансцендентен. Как вот ты и можешь… Вот он не трансцендентен. Ну а как? Ну еще раз, слово «другой» понимается не такой, как я. Не я. Другой, иной, трансцендентный. За пределами. Потому что если другой, такой же, как я, это просто удвоение себя. И все. Я не вижу никакой проблемы. Ты удвоил себя, и все ваши проблемы с интеллигенции исчезают. Не себя. Раз, другой, остается трансцендентным. Он трансцендентен в том смысле, что у каждого есть свой выход к трансцендентному. Но даже если предполагать общее, трансцендентное, как общее, у каждого свой выход к трансцендентному. Не, можно было бы сказать словами христианства, что помните, там есть такая притча, что Христос рассказывает о том, что «вы меня встречали, когда кормили бедного, помогли больному и так далее». То есть видеть в каждом другом человеке Христа, то есть фактически Бога. Но это как бы просто обыкновенная христианская установка, как я и говорил вначале, что все люди равны перед Богом. Получается, христиане – это просто разновидность. То есть интеллигент – это разновидность христианства. Да, интеллигент не видит в каждом другом Бога. Почему он видит Бога-то? Да я не говорю про это. Я с тобой не согласен. Особенно христианство – это что, все равны, потому что, ну, Боженька наштамповал, вот они и равны все. Равны перед Богом. А пока то совершенно другое принципиально, да. Другой потому другой, потому что у него свой выход к Богу, ты понимаешь? Ну, вы на другости апеллируете, что он не такой, как я. У него свой выход трансцендентен. В этом смысле он трансцендентен. Ну, у Игоря то он не трансцендентен, у Игоря другой трансцендентен. Он в каком-то смысле, в моменте. У меня другой такой же, как я. Я вообще удвоил себя, подошел к зеркалу. Не, подожди, подошел к зеркалу, увидишь второго. Да нет, он не в таком же смысле. Но он в каком еще? Удвоение буквально. На самом деле, в чем проблема, давайте, вот я так считаю, в чем проблема другого? Я могу сколько угодно воспринимать других людей, да, кажется. Вот они в виде отдельного тела, они там находятся, там, тут, как бы. Их лица у них разнообразные. Только когда я его воспринимаю, я всякий раз его субъективно воспринимаю, и он проходит через мой субъективный фильтр, и от него, как от другости, ничего не остается. Вот это только мое понятие о нем. Подождите, подождите, если он, допустим, действует не в соответствии с этим понятием, я говорю, о, ты предаешь свои принципы. О, че-то, че-то, типа, это другой человек. То есть, на самом деле, получается, что я должен еще признать за другим другость его, чтобы он был другим. Потому что я могу не признать за ним эту другость и сказать, что ты просто вот, скажем, ты трус. И человек уже ничего не сможет сделать, чтобы меня переубедить, что он не трус. Даже если он героические подвиги будет совершать, но поскольку я его признаю всегда как трусом, он в этом модусе труса будет для меня всегда оставаться. То есть, нужна моя добрая воля, чтобы он перестал для меня же быть трусом. То есть, я должен, на самом деле, перестать, на самом деле, навязывать ему свое определение его. То есть, другость его должна как-то выступить для меня. Я должен, как бы, с ней смириться, что он другой. Это совсем другая проблема. А у вас, на самом деле… Очень правильно. Да, другая проблема. А что это за? А у вас… Нет, просто… Нет, я понимаю. Просто то, что Капарлин, которую Игорь поднимает, она вообще не имеет отношения к другости. Другой такой же, как я – это просто субъективная философия. И правильно говорит Александр Бронзов? Все правильно говорит. Все это Кант и все дела. Субъективная философия. Здесь вообще нет ничего другого, кроме субъективной философии. Другой такой же, как я – абстрактный другой. Любой. Обезьянка, фикус, кактус, неважно что. Образ в зеркале. Все что угодно. Извини, а я вот еще подумал, почему… Вот действительно, проделать нельзя эту самую интеллигентность. А потому что интеллигент – это образец. Образец морального, нравственного поведения. Да? Это образец. Это прежде всего… Ну, я имею в виду в русской культуре. Это образец. Так интеллигенция русская возникла как некий образец. Это можно объяснить, почему это вытекает тоже из Канта. Очень просто. Это уже не совсем Канта, а это уже, так сказать, новые исторические обстоятельства. Потому что считалось, ну, скажем, полтора века назад, еще два века назад, что человек образованный, это как бы он человек и умный, и разумный. Умный и разумный. Ну, просто образован. То есть, если образованный, то такая логическая цепочка. Если образованный, то естественно, ну и умный. Значит, у него вот этот вот рассудок работает, разум работает очень хорошо. Да? А если он умный и разумный человек-то, как он это не может воспринять категорически императивно? Потому что все из Канта, да? Значит, он и есть образец моральной нравственности. И поэтому вот эта самая интеллигенция 19 века, она себя так и воспринимала. Не то, что мы интеллектуалы, а мы образцы нравственности для народа. Именно вот... То есть, откат этому напрямую можно провести линию. А если еще... Ну зачем же они в народ-то ходили-то, народники? Так вот потому-то, что они образцы. Нет, ну они говорили, что надо у народующихся сходить, народ обраститься. Вон Толстой. Да, Толстой. Воплощенный укоризм, отстрел передачизм и либерал идеалист. Не, ну ладно, давай иди как бы... Просто твоя проблема другого, она просто не по-другому не так звучит, что есть другой изначально. А просто, как бы, когда мы видим другого человека, как бы, он для нас сразу человек, а не вещь, да? Вот так вот. Ну вот здесь в смысле, да. То есть это проблема восприятия, а не проблема... Да, но она вот такая очень странная проблема, потому что в этом смысле мы сами для себя оказываемся другим. Ну вот это вот... Вот в этом моменте... Вот человек один дома. Он сам для себя другой, да? То есть можно сказать, что некоторые будут вести себя так или сяк, находясь один. Потому что Бог за ним смотрит, да? Один будет вести себя как угодно по-скотски, а другой будет вести себя очень интеллигентно, находясь даже один. Ну не потому что на него кто-то смотрит, а он сам для себя другой. То есть как поступают в одиночестве религиозный человек, интеллигент и, скажем, эскот? Вот проблема такая. И кто чем мотивирован? То есть кто будет... Это психологическая, но не философская, по-моему, проблема. Нет, философская. Как именно и религиозная проблема, и философская проблема другого. Понимаете, когда у вас человек сразу скантомно становится, это уже психологическая проблема? Нет, нет, нет. Для философии как-то не важно. Ну давайте оставим двух людей, интеллигентного и религиозного человека. Чем мотивировано их поведение наедине с собой? Ну, опять же, мотивировано это из-за разряда психологии. Ну, у одного не мотивировано, у другого другим. Игорь пытается сказать, что есть онтологическая структура. Это онтологическая. Это именно онтологическая. Я как раз пристроил свою фразу к последней фразе Игоря, который сказал, что интеллигент относится к себе как к другому. И это прямая онтологическая философская. А не интеллигент так к человеку не относится? Нет. То есть, условно говоря, есть к себе как к другому. Понимаете, тогда среди людей есть марсиане, которые к другому. Да нет. Иногда называете философскому дискурсу, а иногда начинаете приводить такие примеры, которые, ну, действительно. Да не просто факт, что это то, что человек... Пожалуйста, слушай, к себе как к другому. Почему интеллигент относится к себе как к другому? Да, вот так странная вещь, да. Ну, вот... В смысле рефлексия? Ну, где-то, конечно, можно сказать... Я тоже подумал о рефлексии, да, что... Но... То есть, есть как бы две антологии. Первая антология, она рационалистическая, кантовская, христианская, какая угодно. Она состоит, что есть некоторая мойность и несамость, а после этого я пытаюсь увидеть в двуногом из перьев именно другого, другого я. То есть, ты настартуешь от я. Это вот такая своеобразная антология. И эта попытка, на мой взгляд, всегда неудачна. Потому что к всему, что приходишь, это книги о вкусной здоровой пище, которую, как говорят, очень хотел в свое время написать Кант. И тогда у тебя возникает категорический императив, как правило, желание мыть руки перед обедом, мыслить... Десять заповедей. Десять заповедей, что-либо еще. Это вот такая антология. Я говорю, что есть прямо противоположная антология. Она с самого начала, она стартует не от мойности, а от какого-то... Не от мойности. Мойности. Не себя же. Не себя. А стартует от того, что другого ты признаешь, даешь ему некий такой антологический статус другой. То есть, если это первая была позиция сознания, то об этой можно сказать позиция вот так образно, позиция самосознания. Ты ему другому. Но в этом смысле ты уже танцуешь от другого. Ты, весово себя, оказываешься в каком-то смысле другого. Любая оценка идет через другого, а не от себя, не через себя. Еще раз. Слово «другой» это что такое? Другой понимается, как иной. Или другой понимается... Другой. Как не иной. Как не иной, да. Здесь не именно различия. А именно философия и термины. Другой используется как иной, а не как... Нет, в данном случае мы говорим «не я». Другой не иной. То есть не иной может быть один другой и один другой. Это они разные. То есть они другие, да? Нет. Здесь имеется в виду, что не я. Да. Но не я, но каким-то странным. Я разработать ее не умею. Вот эту просто ситуацию. Я вот просто ее обозначил. На мой взгляд она с проблемой определения интеллигентности как интеллигентности. В смысле вот этого. Ведь вот этот пример, который нам дает Лихачев, да. Казалось бы, такой пример он убедительный. Мы все с этим сталкиваемся. Мы действительно понимаем, что шляпу подделать можно, пенснэм можно подделать. Можно подделать физическую силу, если ты дистофик. Все можно подделать. А подделать интеллигентность почему-то нельзя. Вот есть же такое. Влад, очень интересно. Очень можно подделать религиозность. Мы знаем огромное количество людей, которые вот просто молятся и все выделывают с той точки зрения, мы неотличимых от нерелигиозного. И в этом тоже есть некая разница между... Да, да, да. Мы размышляем сейчас. То есть, религия – это то, что самовозвели в какой-то вонтологический статус. Ну, это смешно. Нет, мы не возвели, а в сегодняшний статус. В общем, философия начинает с того, что... Это психология. Честно. Начать можно с любого момента. Я могу сказать, что мы в философии и антологии столько, сколько может быть и людей. Причем, если это две антологии. Нет, только философы. На самом деле, по большому счету, есть две антологии. Кантовская и христианская, или платоническая. Ну, так, грубо, естественно. А других антологий мы просто не знаем. Ну, вот Игорь пытается друг. Ну, вот у меня другая. Такая интуиция, которая... Да, что платоническая и кантовская – одно и то же, и религиозная. Нет, ну да. Кантовская и религиозная, с моей точки зрения Игоря, они действительно просто разновидности одной. Рациональная антология. А мне кажется, что то, что Игорь говорит об антологии, есть просто психологическая установка какая-то и все. И никакого значения к антологии не имеет. Но мы-то пытаемся это все объяснить с точки зрения антологии. И вот мне кажется, что понимание другого как раз фундировано в разнице антологии. Поскольку для христианина, скажем, ну, действительно, другой сам по себе, он не представляет никакого интереса. И более того, уж изменит даже какого-то значения. Да? Потому что вот у меня, у меня своя задача. Вот. Вполне определенно. Я знаю, что у него тоже есть своя задача. Да? Но это его задача. Да? А Бог-то у нас один. Угу. С точки зрения интеллигента, генец которого я увожу из философии Канта, да? Там совершенно по-другому, да? У каждого свой Бог, да? И вот я сижу в себе, и я не могу без другого-то. Потому что я знаю, что у него-то свой выход к трансцендентному. Ты понимаешь? Угу. А о трансцендентной я ничего не могу сказать. Поэтому и можно упрощенно говорить, что у каждого свой Бог. Поэтому мне очень интересно, да? А как там у него-то? Блин. Это все устроено. Угу. И вот мой интерес к другому пробуждается именно здесь. Это правильно. Это очень хорошее и глубокое замечание. Действительно так. Только я не очень понимаю, почему вы Канту возводите. У Канта, по-моему, только книжка о вкусной здоровой пище. И ничего более. Только о том, что над руки мы перед едой. Нет? Ну, не важно. Нет, на самом деле у Игоря есть рациональное зерно. Конечно, оно психологическое. Но, тем не менее, можно попытаться психологировать. Нет, вот мне просто очень понравилось, как Александр сказал, что действительно мне другой важен. Потому что у него, на мой взгляд, есть свой выход к трансцендентному. Действительно очень красиво. И, может быть, очень правильно, да. Да. Просто есть такая психологическая вещь, что в антогенезе каждый человек научается оперировать самим собой и, вообще говоря, самого себя мерить и самому себя оценивать и прочее, смотря на то, как это делают другие. Да, то есть он смотрит и, как бы, видит, что у другого так устроено. И, значит, у него, и потом измеряя у себя, у себя так устроено. И каждый раз, как бы, он оценивает самого себя, исходя из другого. То есть другой для него всегда как качество образца выступает. И так и психологически, и социально, и, как бы, и этически и прочее. То есть каждый раз у нас получается, что другой для нас более ценный, чем каждый из нас сам для себя. И, то есть, эгоизм, на самом деле, получается, в этом смысле является неким родом итог долгого развития, когда мы все-таки понимаем, что, как бы, мы должны следовать своим интересам. А не так, что изначально у нас есть эгоизм, а потом, как бы, мы должны им поступиться для того, чтобы дать возможность быть другому. Как я говорю, как бы, в чем состоит субъективная философия? Стоит то, что есть эгоизм, и я должен свой эгоизм ограничить, чтобы дать возможность быть другому. А Игорь пытается онтологию построить иначе. Он говорит, что изначально есть, как бы, альтруизм, изначально для меня другой более ценен, как бы, он представляет собой некий образец. И к эгоизму я восхожу только путем того, что, как бы, однажды вдруг понимаю, что, вообще-то, я должен и себя знать. То есть, эгоизм есть только, как бы, возникает как некого рода итог того, что другой для меня долгое время выступал образцом. Ну, хорошо. Ну, все. Просто, вот эта вторая альтруистическая позиция, она объясняет, почему люди сбиваются в стаи, да, почему мы живем в обществе, почему есть государство и прочее. Потому что, каким образом, многие пытались построить систему, в которой были бы основаны на изначальном эгоизме, что если все люди эгоисты, да, как они вообще-то вместе собрались и пытаются, здесь пытаются обнаружить какие-то движущие причины, что так якобы выгоднее, что так якобы внутри некого сообщества свой эгоизм можно больше выразить и прочее, и прочее. Но такая система не удается. Никак не... То есть, такой атомизм, когда каждый атом отдельно, и потом они за чем-то вместе собрались, его обосновать сложно. Но если, как бы, в антологии альтруистической, когда изначально для нас другой всегда образец, его для нас является неким центром притяжения. И наоборот, мы всегда сбиваемся сначала в стаи, чтобы потом разделиться. То есть, чтобы потом себя отделить, провести границу и сказать, вот это вот я, да, вот это вот родители, вот это вот другие, а вот это вот моя территория, да, вот это вот личная. То есть, мы как бы создаем вот свое я, свое личное, только потом отделяя себя, как бы, от цельного монолитного куска, который мы образуем с другими. То есть, иная, как бы, вот это вот была бы иной антологией. Антологией, в котором изначально мы в монолите, и мы должны из этого монолита еще себя, как бы, найти и, как бы, обвернуть обратно себе, да, вот как, снять, как говорит Гегель, да. То есть, мы сначала спроектированы, как бы, вовне и рассеяны во миру, а потом мы должны себя собрать по кусочкам, снять, как бы, и вернуть себе вот это вот состояние эгоизма в состояние субъективности. То есть, это как бы, ну это только итог, а не начало. Потому что субъективная философия начинает с самого начала, что вот такое субъективное состояние собранности, это начало философии. И наоборот, зачем и нужен категорический императив, надо наоборот вернуться к некому признанию, так же того, что и другие, точно такие же эгоисты, да, и наладить с ними вот некого рода это правильное взаимоотношение, да, в виде категорического императива. То есть, дать возможность другому быть свободным, чтобы дать возможность быть и самому себе свободным, то есть, самого себя ограничить, чтобы дать возможность свободы другому. Ну, а все, да? Если обращаться, так сказать, к началу, по-моему, интеллигенции, мне кажется, что, когда этот интеллигент относится к другому, как к человеку, как и как к животному, независимо от того, кто перед ним другой. Поэтому вообще проблема другого перед интеллигентом в принципе не стоит. Для него другого вообще в принципе не существует. Для него существует только я. И поэтому его нельзя подделать. А если есть другой, значит, это можно подделать. Отношения между другими собой можно всегда подделать. Я считаю, что изначально те, что интеллигент нельзя подделать, он изначально самый спорный. Поэтому, что тут его обсуждать-то еще? Кто-то считает, нельзя подделать. Я согласен. Скорее всего, поделать можно все, что угодно. Чисто плаведический патрон. В том-то и есть принципиальное отличие, что как раз интеллигента поделать нельзя, потому что для него нет другого. Каждый интеллигент есть уникальность. Для него есть другой, но по-другому. Известно позиция другого замечательного интеллигента, который жил и творил в одно время, слегка чего, Гумилев. И, поскольку я имел удовольствие несколько раз с ним перегоривать, поведенческий патрон типичного интеллигента. Внешне посмотришь издалека. Идет по университету, типичный профессор интеллигент. А поговоришь и... Работяга. Работяга, мужик. Ну это нормально уже... Нет, я не интеллигент, у меня там профессия есть. Да, это известная штука такая. Нет, ну это яков мой, это правда. Да я знаю, я уже научился у него. Да? Да. Да. По-моему, в наше-то время быть интеллигентом, это, по-моему, позорно, непочетно. Да. Потому что долбали, сколько там, все годы советские власти. Да не только что поэтому, потому что эти интеллигенты, как бы, понимаешь, когда они пытаются кому-то там сострадать, то почему это тому, кому они сострадают, становится очень плохо. Лучше бы они сострадали где-нибудь там другом. Это правильно. Здесь, наверное, нужно четко различать. Есть некий социальный феноминг, есть какой-то образ, есть некая роль, которую обсуждают, да? Которую можно играть, да? А есть нечто такое, что даже не зависит от самого человека. Когда он поступает и думает, ну я бы вот, моя интеллигентская, моя интеллигентная сущность не дает мне поступить. Я бы поступил, я бы по-другому поступил. Ну вот, то есть, говорится о чем-то таком, что вот действительно существует и даже не явно. И не часто даже люди скрывают это. Да, скрывают. Это очень интересно, я потому что всегда к этому делу прислушиваюсь. Я помню, лет 25 назад ехал из Латвии на поезде, с дороги в Белсе. И там анекдоты рассказывали. Молодежь собралась, ну тогдашний, примерно мой возраст, рассказывал анекдоты про интеллигенцию. Но мне особенно один запомнился, что, значит, едет какой-то работяга, значит, и от него пахнет носками неволенными. Тут к нему с верхней полки какой-то чувак в очках превращается интеллигент и говорит, товарищ, вы носки хоть когда-нибудь меняете? А тот не растерялся и говорит, да, меняю, носало и водку. Вот это представление народа в интеллигенции. У нас так оздорово было. Любопытно то, что сам германент, естественно, интересный. Причем, говорят, чисто российский. Особенно, любопытно то, что вот эти попытки как-то объяснения, они до сих пор не стихают. Я думаю, где-то 10-15 лет назад, я думал, что все, вот это кончилось. Все угроблено и хорошо. И я совершенно не переживал, я считал, что так и надо. Ну вот почему-то как-то. А вот бах-бах-бах. Стали подкармливать и появилось снова. Немного. Поэтому, может быть, имеет смысл как-то обсудить отдельно даже ее. Как социальный феномен? Ну, вообще, как феномен, философский, да. Есть философский, психологический, социальный. Да, то есть несколько срезов есть. Я бы мог противостоять немножко от карты через Толстого там. Да, Голковский очень тоже, Дмитрий Евгеньевич Голковский. Он тоже часто издевается над представлением, ну, русской культуры об интеллигенции. Но, с их точки зрения, интеллигент это кто, видит, три чувака выпивают. К ним подбегает человек, опять, в пенсной шляпе. Товарищи, пить это, пить вредно. Те говорят, хопа, так бац, очки висят на сине, на ближайшие. Шляпа порвана, манишка запачкана. Вот Голковский говорит, так это говорит не интеллигент, потому что признак высокого интеллекта состоит, что ты должен всякий раз понимать любезность своих слов и понимать, что твои слова всегда должны быть каким-то действием. И понятно, и прогнозируют вот эту самую ситуацию, которая из этого получится. Поэтому ситуация интеллигента, подошедшего к ребятам, бухающим скамеречками, товарищей, пить вредно, она просто невозможна. С другой стороны, еврейский компонент очень важный в становлении феномена русской интеллигенции. Совсем в последнее время стали делить еврейская интеллигенция, я уже слышал. Раньше этого не было. Но вот этот компонент, мощный очень, который влился... Ну, в 20-м веке. 100 лет назад. Да. Русская интеллигенция началась еще до... Когда там Боб Арыкин придумал слово? В 1860-х. Чертый год. Да, да, да. Ну вот с ними очень понятно, что имел место массовое истремление людей, так сказать, интеллигентуальных профессий в 20-е годы. И поскольку люди весьма полуобразованные, то есть евреи, остальной этот народ вообще был безграмотен, они часть вот этой истребленной интеллигенции, интеллигенции и заняли. Из них образовалась советская интеллигенция. У евреев было еще... Если вот на фоне Бумилева, то пансиональный взрыв был в 20-м веке, безусловно, у евреев. И поэтому вот это мощное значение. Но по Америке-то нет вот этого феномена? Нет. А евреев там сколько, да? Нету, да. Так я и говорю, что они скорее, наоборот, то есть не интеллигенция обязана евреям, а евреи обязаны интеллигенцией. После того, как русские по крови были уничтожены фактически, выкинуты из страны и что-либо еще, то вот народ хоть немножко образовывая евреи, они заняли их место. И отчасти вот эту ментальность и интеллигенции они перехватили. Это же, по-моему, жена Мадештама, Надежда Мадештама, я не помню как ее зовут, писала, что на мой взгляд, что интеллигенция в России, ну, к 1937 году исчезла, а ее место заняли евреи. И это действительно правда. Она исчезла-то не сама собой, конечно, интеллигенция в России, она просто-напросто истребили. Физически просто. и заняли ее место. Эта часть. Физически, на самом деле, это ерунда. Как ерунда, блин? Нифигасим ерунда. Ну, не ерунда, ну, не тема штаба. Главное, что за обещение, в 20-е годы особенно, за обещение, просто кого учить? Да, 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 да. Просто не учили потомков. Господи, у вас послушать интеллигенция, это чисто социальная какая-то. Ну, мы сейчас не начали социальную. Ну, просто… Ну, просто… Александр Сергеевич вполне уместно подчеркивает несколько аспектов. Ты знаете, разговор… Ну, социальный, национальный в том числе. Часто мужики, как бы, да, собираются и там, какой должен быть мужик? Вот, мужик там должен быть такой, сякой, третий, десятый. Это похоже просто на это, что есть некий недосягаемый какой-то образ интеллигент. Может, так. Или, там, мужика, там, не важно, там, кого, философа. Кто такой философ? Ты не философ, а ты философ. И вот это вот осуждение об интеллигенции именно такого свойства. Я поэт, а ты не поэт. Да, да, это как бы вот такой пустой разговор ни о чем. Ты интеллигент он или неинтеллигент? Хорошо. Мы не обсуждаем ни о чем. В общем, даже о чем. Если о чем, то тогда я понимаю только, как вот, есть некая социальная группа людей, да, вот, которые бездельники, да, вот, которые профессии не имеют, да, но, как бы, сострадать, очень готовы всем всему выйти сострадать. Это чрезвычайно очень хорошо. Так, вы знаете, активное сострадание. Пойти к моим замуж сострадать. Да, очень интересная ситуация, когда на протяжении всей советы, советской власти, людям искусственно прививалось презрение к умственному труду. Вот оно бралось, физически прививалось. Против социальных вещей, что у тебя рабочий на заводе должен был получать значительно больше денег за свой труд, сложный физически, чем инженер. Не, ну на самом деле это неправда. Представили они как раз и писатели, и как раз то, что называется интеллигенция советская. А не Представили. Ужали больше. А не Представили. Да, тоже потом. Надо это было, это чувствовать. Это чувствовалось. Только писатели были не интеллигенты. Это специально. Это было на уровне. Но началось опять же там, мужик, не мужик, интеллигенты. На уровне государственной идеологии. Вся 60-х, 70-х, первую половину 80-х годов искусственно сдерживалось и притеснялись люди, так скажем, умственного труда. Ничего с этим не подделано. Это была официальная государственная идеология. То есть у Игоря определение, интеллигента подделать нельзя, и исходя из этого определения, типа, будем искать интеллигентов. Да, ладно. Подделать тебя можно, значит, ты не интеллигент. Я не отвечу. В общем, ладно. Ладно, да? Хорошо. Спасибо. Было интересное обсуждение.